Медицинские работники городского округа Щёлково начали получать компенсационные выплаты из федерального и областного бюджетов. По поручению губернатора Андрея Воробьёва в каждом муниципалитете созданы рабочие группы для оказания поддержки медперсоналу. Первое заседание муниципальной комиссии по рассмотрению обращений работников медучреждений провёл временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков. Заседание проходило в режиме видеоконференции. На связь вышли представители Щёлковской областной больницы и станции скорой медицинской помощи. Передо мной лежит список обращений работников учреждений здравоохранения. На данный момент, с 17 мая, вижу, что поступило 14 обращений. Дмитрий Юрьевич, каким образом ведётся контроль? Жалобы, которые поступили на эту горячую линию, учащиеся, что областные больницы работники были незамедлительны, но в тот же день рассмотрены. На сегодняшний день у нас все работники получили выплаты, которые им положены, в том числе и те исправления, которые мы относили по факту обращениям. Круглосуточный номер телефона поддержки, на который медицинский работник может обратиться с любым вопросом, вы видите на экране. Поступившие обращения в основном касаются порядка начисления региональных и федеральных выплат. Информация об этом номере телефона по поручению Андрея Булгакова донесена до всех медработников. Ирина Петровна, добрый день. Скажите, у вас размещена информация с телефоном в поликлинике, куда звонить в случае недопонимания по выплатам? Да, все есть. И недовольство на сегодняшний день уже вообще никакого нет. Все выплаты получили от 20-го числа. У нас при клинике небольшая, поэтому мы сделали объявление. Мы отрасли объявление СИП-памятное, которое четко прописано. По какому постановлению или 100 человек должен получить? Невыполненных обязательств перед нашими врачами, медиками, перед всей командой медицинской нашего округа быть не должно. В больнице и поликлиниках сформирован 30-дневный запас средств индивидуальной защиты. Щелковские медработники обеспечены костюмами, масками и перчатками. Андрей Булгаков подчеркнул, вопросы поддержки медицинского персонала остаются на его личном контроле.